Совпадение или кто-то успел сообщить о нашем приезде? Буквально за 10 минут до визита съемочной группы на проблемное место во дворе на улице Гущина высыпали машину щебня. Свершилось, говорят жители. Больше двух месяцев они месили ногами грязь, и это несмотря на то, что за окнами еще морозный снег. Коммунальщики в декабре проводили здесь ремонтные работы, но вместо того, чтобы положить асфальт, засыпали яму с землей, с глиной. Это все тает, представьте, со снегом это все сходит грязь, то есть машины проехать не могут, застревают постоянно, дети идут в школу, идем в магазины, идем в детский сад, который мы не можем пройти. Этот проезд основной для жителей дома. Обойти проблемное место можно, но далековато. К тому же обходной путь небезопасен для детей. Судя по дорожным знаком, которые здесь установлены, ремонтные работы во дворе и на прилегающей территории проводят регулярно. Местные жители говорят, щебень проблему не решит, необходимо комплексное благоустройство. Я сама наблюдала картину, большая мусорная машина, которая выезжала вот с Островского, она провалилась задним колесом, здесь стояла, ее вытягивали. Жители обращались в городскую администрацию, но четкого ответа, когда проезд закатают в асфальт, они до сих пор не получили. Правда, переговоры вели только по телефону. Такие беседы бесполезны, заверяет юрист Игорь Осипов. А вот бумажные заявления могут ускорить решение проблемы. Органы власти обязаны ответить по существу, указать некую конкретику, ну а именно, например, сроки. То есть, если спросим, какие сроки будут восстановлены, они обязаны ответить и указать эти сроки. Барнаульская энергосетевой компания нам подтвердили, что работы на этом участке проводились, аварии устраняли. Укладка асфальта будет, и скорее всего, в июне. Но решит ли это проблемы жителей двора на Гущино? Старые ветхие трубы напоминают о себе постоянные, только полная их замена избавит двор от заплаток. Напомним, в этом году в Барнауле собираются обновить больше 30 километров труб. Но попадет ли этот небольшой участок в их число, энергетики сказать затруднились. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Николай Шилко. Наши новости. Илья Кочетков, Алексей Физин, Николай Шилко.